Музыка Пришло время подвести итоги среды 3 февраля. В студии Кристина Бериева. Добрый вечер. Музыка Из-за затянувшегося в республике карантина северо-осетинским выпускникам перенесли срок написания итогового сочинения. Согласно федеральным срокам, итоговое сочинение должно было проходить 3 февраля. По согласованию с Рособорнадзором, среды знаний перенесли на 4 мая. Те учащиеся, которые по каким-либо причинам не смогут написать сочинение в обозначенный день, будут писать его в резервный 12 мая. Миноборнауки Республики также направила письмо в образовательные учреждения с рекомендацией о пересмотре учебного плана. Введение карантина никак не повлияет на сроки учебных каникул. Напомним, накануне на заседании правительственной комиссии Республики было принято решение о продлении карантина в детских садах и школах Республики до конца текущей недели. В здании Владикавказского планетария начались восстановительные работы. Пустующее сейчас помещение – бывшая шиитская мечеть. Ее построили в 70-х годах 19 века. В советское время здания частично разрушили, снесли минареты, а внутри оборудовали планетарий. Со временем и он пришел в запустение. Долгое время статус строения не был определен. Это и затрудняло проведение ремонтных работ, а культурный памятник федерального значения находился в полуразрушенном состоянии. В декабре прошлого года здание все-таки перешло на баланс Министерства имущества Республики. Восстановительные работы уже начались. Первым делом поставили новые двери. Также скоро планируют заменить кровлю и окна. В Министерстве госимущества и земельных отношений Республики говорят, что скорее всего в помещении будет опять располагаться планетарий. При этом исторический облик здания должен быть сохранен, отмечают в ведомстве. Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» прибыла в историческую базу Северного флота «Город Полярный» после успешного выполнения задач дальнего похода. Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Материальная часть исправна. Личный состав здоров после пополнения запасов и кратковременного отдыха, готов к выполнению новых задач в море. В гарнизоне «Полярный» на пирсе подводников встречали представители командования Северным флотом, Кольской флотилии разнородных сил и родственники членов экипажа. Лодка «Владикавказ» прошла средний ремонт и модернизацию на заводе в Северодвинске. И в конце сентября прибыла на Северный флот для выполнения задач по предназначению в составе соединенных подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил. В ходе ремонта и модернизации корабля были существенно улучшены характеристики бортового радиоэлектронного оборудования, системы управления движением, энергетической установкой, а также жизнеобеспечением. Напомним, что администрация «Владикавказа» взяла шефство над субмариной и уже несколько лет помогает экипажу по мере возможности городского бюджета. С 13.00 военно-грузинская дорога открыта без ограничений. Об этом сообщают в МЧС по республике. Напомним, что с полуночи дорога была открыта только для легкового транспорта. В 1905 году богатый нефтепромышленник Замковой въехал в свой дом особняк. Особняк был выстроен по проекту архитектора Грозмани. Это одноэтажное здание, выстроенное из красного кирпича. Прекрасный образец стиля модерн. Говоря о мастерстве кладки, следует заметить, что уже на рубеже 20 века в городе Владикавказ сформировался большой отряд мастеров-каменщиков высокого класса. Все работы из естественного камня выполнялись армянскими и греческими мастерами. Все конструкции здания, подверженные увлажнению, такие как цоколь, карниз, подоконники, выполнены из плотного естественного камня. С большим вкусом и не совсем обычно решен вход в здание. Одной из интереснейших особенностей особняка являются окна. Высотой до 3 метров. Они состоят из одного переплета, заполненного зеркальным стеклом и вращающегося вокруг своей оси. Как один из главных признаков принадлежности здания к стилю модерн, необычное решение силуэта кровли. На кровле имеется световой фонарь, посредством которого освещается центральный зал парадной части здания. Некоторые части здания претерпели изменения, в частности, утрачены первоначальные ворота. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы стали мечтать Давай лишь тебя станем из сундука В сторону отложим все дела Ведь это так просто, поверь Давай мы вместе сделаем этот шаг Соберем друзей дома просто так И с счастью откроем мы дверь Просыпайся, 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 друг Посмотри, посмотри, посмотри вокруг Просыпайся, 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 друг Посмотри, посмотри, посмотри вокруг И просто улыбнись И навстречу счастью мчись И сбудется твоя мечта Давай лишь тебя станем из сундука В сторону отложим все дела Ведь это так просто, поверь Давай мы вместе сделаем этот шаг Соберем друзей дома просто так И с счастью откроем мы дверь Такими событиями запомнится среда 3 февраля Все выпуски программы 7 минут с городом Вы можете посмотреть на официальном сайте Администрации местного самоуправления Владикавказа До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова